Я выделила ровно 20 правил, как оставаться элегантной леди в социальных сетях. Я думаю, что все готовы. Наталья, это уже добрый вечер. Добрый вечер всем участнице. Благодарю вас еще раз. Вижу, что наша численность возрастает. Благодарю всех, кто нашел минутку для того, чтобы посетить сегодняшний вебинар. Итак, первое правило. Обращайте на то, как вы выглядите. Вы знаете, что один из основных аспектов формирования имиджа, конечно, габитарный имидж. То есть наша внешность, лицо, прическа, одежда, макияж и в общем все то, что мы демонстрируем нашей внешностью. Зачастую, я думаю, вы сталкивались с таким, что находясь на природе или ранним утром, вы замечаете посты в социальных сетях, которые несут, в общем-то, достаточно положительную информацию. С добрым утром или как мы прекрасно отдыхаем на берегу реки. Но при этом замечаете, что ваши знакомые люди выглядят не так, как они должны выглядеть или то, какие ранее фотографии они публиковали. Если такое случается, поставьте, пожалуйста, плюсики. Лично меня очень смущают сторисы. Я даже часто не просматриваю данный вид контента в социальных сетях, потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, стремясь к максимальной публичности, едва раскрыв глаза, проснувшись, без даже какого-либо легкого намека на макияж, да что там говорить, даже без того, чтобы встать с постели и привести себя в порядок, начинают сразу выходить в интернет. Есть определенная форма зависимости, и поэтому напоминаю вам, что элегантная леди, безусловно, всегда не выходит на связь, в том числе и в сеть интернет, с абсолютно обнаженным лицом без макияжа. Это должен быть хотя бы легкий мейк, это может быть просто пудра, тональная основа, это могут быть прорисованные линии бровей или хотя бы гигиеническая губная помада, но обращайте внимание на то, какие фотографии вы публикуете. Бывает странный контраст, когда в социальных сетях, и я думаю, что вы такое видели, и если видели, поставьте мне, пожалуйста, плюсик, когда дама, стремясь выглядеть хорошо, публикует массу фотографий, на которых она в полном образе, то есть с максимальной вечерней прической, с макияжем, возможно, в каких-то вечерних платьях и так далее, и тому подобное. Но при этом контент сторисов зачастую чересчур повседнеет, то есть она может публиковать себя на грядке в полуобнаженном виде, без макияжа, без прически, без всего, и контраст настолько силен, что понимаешь, что те фотографии, это, конечно, не ее сущность. Мы с вами сохраняем габитарный имидж всегда и во всем. И поэтому следующий очень важный момент и следующее правило, это не публикуйте фото в купальнике. Милые леди, даже если вы модельной внешности, если вы прекрасно выглядите, пляж, бассейн и все, что с ним связано, тем более я уже написала очень корректно купальник, не говоря уже о нижнем белье, это, безусловно, зона интимного времяпрепровождения. Никогда не публикуйте фотографии в социальных сетях в купальнике. Купальный костюм у элегантной девушки, у девушки, которая производит верное впечатление, строит правильный габитарный аспект своего имиджа, включает помимо купальника еще некоторые моменты. И те, кто смотрел мои вебинары «Элегантность летом», кто проходил курс элегантности 30 дней, вы можете мне уже даже написать в чате, что еще может присутствовать помимо купальника. Да, пока я ожидаю ваших ответов, у нас с вами задержка несколько секунд. Я сама отвечу правильно на этот вопрос. Безусловно, это легкие палантины, парео, накидки, рубашки, пляжные платья, все, что угодно, но это не то, только не бикини. Страшный мэвитон – это фотография ваших ног на фоне бассейна, на фоне ванны с пеной. Это все очень интимно, это все очень приватно. И, безусловно, если вы стремитесь к тому, чтобы построить правильную карьеру, производить правильные впечатления и в поиске достойного акцентируя внимание спутника жизни, помните, что принцы всегда выбирают принцесс, и что правильный имидж вам – помощь в этом нелегком деле. Поэтому я даже не буду комментировать, почему в ленте «Элегантная леди» не может быть фотографий в стиле «Мю». И, к счастью, многие социальные сети даже запрещают публикацию таких фотографий. Я думаю, что этот вопрос вам ясен. И жду ваших плюсиков в нашем чате. Двигаемся дальше. Правило номер три. Никогда не отчитывайтесь о каждом своем действии. Дело в том, что есть определенная форма, скажем так, уже интернет-зависимости, когда девушки публикуют в сторис каждое свое действие. Наверняка у вас есть такие знакомые. Если они есть, пожалуйста, мне поставьте плюсики в чате, чтобы я видела, чтобы вы меня слышите и понимаете, о чем идет речь. Как она проснулась? Чем позавтракала? Куда отправилась? Какие покупки сделала? Что ее ждет вечером? Что она увидела, восхитилась, поразилась, расстроилась? Абсолютно-абсолютно обо всем. Это касается не только контента сторис. Это касается и контента постов, которые публикуются в сетях Instagram, Facebook. Дело в том, что бывает такое, что ежедневно девушка пишет о том, что сегодня она была на выставке художника, вчера она была в ресторане, послезавтра она пойдет еще куда-то. И возникает ощущение, что нет ничего приватного, нет ничего загадочного, нет ничего таинственного. Дело в том, что элегантная леди, и вам должно быть это знакомо, из моих курсов, из вебинаров, всегда должна быть слегка загадочной. Она создает определенный орел таинственности вокруг себя. В этом секрет ее женственности. Какой может быть, о какой тайне может идти речь, когда мы знаем о вас все, начиная от того, чем вы завтракаете, заканчивая тем, куда вы ходите, какие фильмы вы смотрите, и сколько котят родилось у вашей кошки. Поэтому сохраняйте хотя бы легкий элемент приватности. Не нужно публиковать все настолько часто, и всегда интересно, и, конечно же, это уже речь идет об искусстве светской беседы, когда на каком-то мероприятии или при встрече вы можете что-то рассказать о том, где вы были, что вы продегустировали, как вам понравилась выставка художника, а, конечно, не то, что уже все ваши знакомые в курсе о том, что все это было в вашей жизни. Ну, а мы продолжаем. Четвертое правило. Пишите грамотные тексты. Грамотность – это вообще большая проблема нашей с вами современности. И в интернете очень часто встречаются тексты, которые пишутся на так называемом албанском языке, с нарочно сделанными грамматическими ошибками, с пунктационными ошибками, с отсутствием знаков припинания, когда слова просто невероятно коверкаются. И я вас уверяю, что люди грамотные, люди, на которых вы хотите произвести впечатление, безусловно, видят все это. И, ну, лично меня, честно говоря, всегда очень такие тексты повергают в неприятные ощущения. Я стремлюсь их не читать, проматываю эту ленту, никогда не ставлю лайки. И, к слову, о лайках. Это правило я не выделила, но обращу ваше внимание на то, что ставьте сердечки, ставьте нравится действительно тому посту, той фотографии, которая вас очаровала, которая вас вдохновила, которая вам понравилась. Потому что, конечно же, видны, да, и в социальных сетях видны ваши лайки. И когда вы делаете это выборочно, то вы можете произвести впечатление леди с устоявшейся системой ценностей, с определенным мировоззрением, с тем, что вы понимаете, что вам нравится, а что нет. То есть, когда вы делаете это не автоматически, а когда вы подходите к этому выборочно, с душой, то, безусловно, это будет оценивано всеми, кто видит ваши действия в сети интернет. Да, Наталья, я с вами соглашусь, что есть блогеры, которые на этом зарабатывают, но мы с вами сегодня говорим о том, как оставаться леди, не о том, как выложить все о своей жизни и заработать на этом. Мы говорим с вами о том, что мы сохраняем определенный имидж, который позволяет нам занять более достойное место в повседневной жизни, в карьере, в личном и оставаться женщиной. Поэтому мы с вами давайте не будем путать два понятия, и сегодня речь идет, конечно, об элегантном имидже. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Не злоупотребляйте смайликами. Очень часто эмоциональные леди, я думаю, что вы сталкивались с такими текстами в частной переписке, либо, соответственно, публикуя какое-то фото, либо, когда они пишут комментарии, ставят огромное количество смайликов, выражая тем самым эмоции, которые они не могут выразить жестом, взглядом, мимикой, и стараются компенсировать это всевозможными графическими способами. Так вот, оговорюсь, что, безусловно, этот момент относится к ментальному аспекту, как и предыдущий программный текст, фигментальный аспект элегантного имиджа. Свои эмоции элегантная женщина чаще всего сдерживает, поэтому в тексте достаточно двух-трех максимум символов. Более не нужно. Это могут быть цветочки, изображения блюд, изображения смайликов, но не нужно их использовать очень часто, в большом изобилии. Таким образом, вы показываете, что вы эмоционально не сдержанный человек. Ну, а мне будет очень приятно видеть ваши комментарии. Мы продолжаем. Шестое правило. Я думаю, что можно не останавливаться на нем очень долго. Все, что чрезмерно распространено в сети интернет, безусловно, становится мавитоном. Я уже не буду даже говорить, и уверена, что все люди, все леди, собравшиеся в нашей аудитории сегодня, понимают, почему из дамских комнат фотографии, сделанные в зеркале, являются мавитоном. Поэтому мы с вами просто это правило увидели, акцентировали на нем свое внимание и продолжаем. Если, я думаю, что вы со мной согласны, пожалуйста, поставьте плюсик. Седьмое правило. Не отмечать друзей на фотографии без их разрешения. Вот это очень интересный момент, и он, безусловно, относится к тому, что элегантная леди прекрасно понимает границы приватности. Она, скажем так, она создает определенный ореол загадочности и таинственности вокруг своей персоны, во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, она соблюдает границы частной жизни своего окружения. Поэтому очень часто сейчас можно увидеть фотографии, на которые вы попали случайно, оказавшись на одном мероприятии с человеком. И очень часто на этой фотографии вы можете выглядеть не лучшим образом. Вас могут запечатлеть, когда вы, например, в процессе еды, или вы с бокалом, или вы, кстати, фотографии с бокалом. Это моветон в деловом этикете, и я очень подробно буду рассказывать о нем на своем курсе «Элегантные манеры». Если вам это будет интересно, напишите мне тоже, пожалуйста, в чате, потому что я хотела рассказать вам такие моменты подробнее, но не в рамках данного вебинара. Поэтому никогда не отмечайте друзей на фотографиях без разрешения. Уделите одну минуту, отправьте фотографию человеку перед тем, как ее опубликовать, и спросите, я могу отметить тебя на этом фото. Вы знаете, я неоднократно попадала в ситуации, когда меня отмечали на фотографиях. Я человек сцены, артист, и много времени провожу с микрофоном, и зачастую вижу свои фотографии с отметками, которые мне сложно потом каким-то образом удалить, где я выгляжу не лучшим образом, именно потому что с микрофоном меняется мимика, может быть, раскрыт рот. И фотографии, которые, на мой взгляд, вредят моему имиджу. И всегда очень расстраиваюсь, и мне это очень неприятно, когда на фотографиях, которые я считаю недостойными моего имиджа, меня отмечают. Поэтому обратите внимание, и если вы уделите буквально минуту своего времени и окажете такой знак, элегантный знак внимания вашим друзьям, я думаю, что они будут очень признательны. Потому что не всегда мы получаемся на фотографиях других людей. Если вы согласны, пожалуйста, напишите мне «Да», для того, чтобы я видела, что вы меня слушаете. Обращайте внимание, с кем вы делаете фотографию или записываете сториз, где и когда. Это уже относится, конечно, к фоновому имиджу, фоновому аспекту имиджа элегантной леди. Я думаю, что все, кто знает, и все, кто имеет на руках имидж-план элегантности, понимают, о чем идет речь. Дело в том, что часто мы находимся в таких ситуациях, когда фотографию не стоило бы делать. Мы находимся не в том заведении, не в том виде, не в том состоянии, и, может быть, не в той компании. Может быть, мы находимся с теми людьми, чей фоновый имидж, для тех, кто у нас новичок, еще в курсе, то есть фоновый имидж, создающий репутацию, не совсем работает в вашу копилочку. И поэтому обращайте внимание на то, с кем, где и когда. Качество предпочтите, вернее, количество, прошу прощения, предпочтите качество. Пусть ваша социальная сеть, это будет не публикация хроники вашей жизни, а относитесь к ней, как к картинной галереи. Пусть у них будет немного фотографий, но они будут все достойного качества, сделанные в красивых интерьерах, в нужных ситуациях, с интересными людьми, когда вы действительно делитесь какой-то ценной информацией, своими мыслями, своими чувствами, не просто говорите о том, что произошло сегодня. И правило номер девять, относящиеся точно так же к фоновому имиджу, то есть к вашей репутации, но помимо этого еще обращаю ваше внимание, что это безусловно соблюдение норм и правил этикета, когда фото мероприятия публикуются с разрешения хозяев. Дело в том, что я уже более 10 лет являюсь организатором светских мероприятий И часто я наблюдаю такую картину, по секрету вам говорят, даже у себя дома, когда я провожу большие приемы, я люблю это делать и организую часто приемы гостей, когда собираются до 30 человек и даже более. И едва зайдя, многие гости, еще не зная или будучи незнакомыми с моими программами, первым делом спрашивают, что, как вы думаете? Конечно, пароль от Wi-Fi. Все, кто смотрел мои вебинары, знают, что это первейшее и самое страшное нарушение норм этикета в гостях, спрашивают о том, как выйти в интернет и как подключиться к Wi-Fi из вашего дома. Но что происходит далее? Стремясь наполнить свой аккаунт фотографиями или запечатлеть интересный какой-то сториз, у нас начинаются очень активные съемки. Все начинают фотографироваться, выкладывать в свои аккаунты всевозможный контент с этого мероприятия. Фотографируется все, от еды, которая подана на стол, до праздничного торта, до танцев хозяев, кота, который лежит на диване и прочее. И вы знаете, вот здесь очень важный момент. Дело в том, что многие хозяева иногда стремятся сохранить свои мероприятия, скажем так, в рамках приватности. И иногда можно видеть те фотографии, которые не хотелось бы видеть с этого мероприятия. На них, как я уже говорила ранее, можно попасть не в том ракурсе, не в том виде, не, скажем так, и вы можете опубликовать фотографию, которая так или иначе коснется и может разрушить фоновый имидж, репутационный имидж хозяйки данного мероприятия. Поэтому обращайте на это внимание. Совершенно не важно, на большом мероприятии вы в светском находитесь или в гостях у своей подруги. Спросите, можно ли опубликовать фото с этого мероприятия в социальной сети. Я думаю, что хозяева будут вам очень и очень признательны. И уж, конечно, если вы публикуете прямые эфиры, проводите частных мероприятий, это требует особого разрешения. Не поленитесь, и я думаю, что такое внимание будет оценено по достоинству. Но мы с вами продолжаем. Десятый пункт. Зачастую я вижу в социальных сетях своих друзей, ну, скажем так, не друзей, а людей, на которых так или иначе я оказалась подписана, фотографии и даже большие видеообзоры касательно бьюти-процедур и различных косметологических средств, которыми они пользуются. Но здесь опять речь идет о том, что элегантная ледь, конечно, сохраняет завесу тайны. Как ей удается так прекрасно выглядеть? Конечно, такие красивые волосы у нее от природы. И улыбка белоснежная тоже. И она, конечно, не должна рассказывать в социальных сетях, если вы не бьюти-блогер, если вы не продавец этих косметологических средств, если вы не рекламируете клинику и не являетесь врачом-дерматокосметологом, которому важно продвигать и делать рекламу своих услуг таким образом, никогда и ни в коем случае пожалуйста не публикуйте свое лицо в маске с какими-то огурцами, не публикуйте сторисы о том, что вы получили посылку с корейской косметикой или с японской или неважно с американской, в которой находятся средства от целлюлита, перхоти, морщин, это средство безусловно отбеливает ваши зубы, сюда вы сходили и сделали ботокс, а здесь вы сделали ламинирование для волос, ни в коем случае, милые девушки, ваши аккаунты видят не только ваши подруги, их видят мужчины, их видят мужчины, потенциально которым вы интересны, если вы в поиске достойного спутника жизни, их видят ваши работодатели и так далее, и так далее. Вы производите впечатление человека, у которого все эти проблемы есть. То есть у вас есть морщины, целлюлит, лишний вес, несвежее дыхание и прочее, прочее, прочее. Поэтому в следующий раз, когда вы будете планировать, захочется вам снять сториз о том, как вы сегодня удачно сходили в косметологический салон, пожалуйста, подумайте о том, что лучше этого избежать. И для того, чтобы немножечко получить обратную связь, напишите мне, пожалуйста, в чате согласно, если вы согласны с тем, что я только что рассказала. И вы знаете, однажды мне даже довелось видеть мужчину, правда, артиста, но тем не менее с зеленой маской на лице и с комментарием, что он начал наконец-то следить за своей внешностью. Вы знаете, это несколько снизило мое впечатление от его личности. Частые селфи это мовитон. Я думаю, что вы встречали аккаунты, в которых 90% фотографий это фотографии девушки, которая сделала их в разных ракурсах, в разное время, в разных местах, но тем не менее, но тем не менее постоянно только ее лицо. Я думаю, что долго можно не объяснять, почему это мовитон, и безусловно, если относиться к своему аккаунту как к картинной галереи и к ее содержанию, и вообще к постингу, относиться с большим вниманием, да, и понимать, что это элегантная вещь, поэтому я прошу вас этим моментом не пренебрегать. Частые селфи, вы знаете, даже в Америке сейчас есть общество, которое вводит шуточные штрафы, и все как-то включились в эту игру, не могу вам сказать, каким образом это работает, но наткнулась на интересную статью, и читала, делюсь с вами с большим удовольствием, что включились в эту игру, да, по поводу того, чтобы штрафовать за селфи в аккаунтах, и человек, который планирует сделать селфи, отправляет на счет этой организации в качестве штрафа доллар, поэтому подумайте, стоит ли отправлять доллар, или может быть сделать какое-то иное фото. Двенадцатое правило фотографии еды. Дело в том, что, я думаю, все вы сталкивались с тем, что у ваших друзей, а может быть и вам самим очень хочется почаще опубликовать, публиковать, знаете, такие фотографии, интересные блюда, вы пришли в какое-то кафе, или в ресторан, или коктейль, особенно, если это интересный фон и место, но я очень прошу вас удержаться, скажем так, от этого. Дело в том, что все, все моменты, связанные с едой, и не только с едой, вообще с определенным хвастовством в нашем социальных сетях, это подарки, покупки, всевозможные наши публикации гардероба, да даже тех самых ресторанов и еды, которые мы посещаем, это фактически способ похвастаться тем качеством потребления, которое мы имеем. Все мы живем в обществе потребления, и чем выше его уровень, чем более вкусную и дорогую еду мы едим, на более дорогих автомобилях ездим, более роскошные украшения получаем в подарок, тем мы можем считать себя, скажем так, более высокого качества, да, в нашем обществе, хотя лично я с этим не согласна. Поэтому подумайте в следующий раз, когда вы будете публиковать очередной стейк, или мороженое, или кофе, который вы решили выпить, насколько это работает на ваш имидж, насколько вам нужно похвастаться тем, что это сейчас уровень вашего потребления, потому что, безусловно, есть всегда люди, которые потребляют больше и лучше, качественнее и дороже. Стоит ли показывать то, что эта еда для вас не повседневна, а именно ею вы сейчас хотите, ну, скажем так, похвастаться и поделиться. Но возникает вопрос, в какие моменты вы можете опубликовать еду, и это будет с соблюдением норм этикета. Открою вам секрет. Вы можете сделать такую публикацию, если, например, вы что-то приготовили сами, и хотите поделиться рецептом. Или, например, вы сделали, или вы пришли в ресторан и попробовали какое-то блюдо, и с ним оказалась связана интересная история. Или, например, с этим блюдом, которое запечатлено у вас на фотографии, да, если вы повар, если вы хотите прорекламировать для своих друзей, знакомых, то самое заведение, в которое вы пришли. Например, вы получили приятный комплимент от шеф-повара, или вы хотите порекомендовать именно это блюдо из меню. То есть, если от фотоеды невозможно удержаться, подавайте его, по-другому не сказать, под соусом интересной информации, чтобы это было не только то, что вы съели. Я думаю, что моя мысль понятна, и мы с вами продолжаем фото детей. Опять же, сейчас мы не будем с вами рассматривать аккаунты блогеров, которые всю свою жизнь связывают с тем, чтобы публиковать фотографии детей, на этом зарабатывают, и зарабатывают на рекламе. Мы говорим об аккаунте элегантной леди, элегантной мамы. И здесь очень важный момент. Дело в том, что когда появляется ребенок, я сама, мама, у меня двое сыновей, семь лет и два с половиной года, я знаю, как сложно удержаться от того, чтобы не начать публиковать фотографии чуть ли не с роддома. Пяточки, ладошечки, как он спит, как он прекрасно кушает, а какой он молодец, и как он измадался в первой каше, которую он ест самостоятельно. Ребенок растет, у него какие-то новые успехи, достижения, и наша лента расцветает массой фотографий детей. Вы знаете, есть определенное правило этикета, что до 16 лет мы в целом совсем не имеем права публиковать своих детей, тем более заводить им личные аккаунты, если мы говорим об уважении к личности ребенка. Потому что ребенок вырастет, ребенок повзрослеет, у него появится круг друзей, знакомых, которые смогут затем по хэштегам, которые в свое время очень милые придумала мама, найти всю историю, начиная с пеленок, горшков и всех вот этих измазанностей кашкой. И вы знаете, это опять же определенное вмешательство в приватную жизнь вашего ребенка, который затем будет взрослым человеком, личностью. Думайте немного наперед. Но как мама, а не только как преподаватель школы этикетом, могу вам сказать, что я, например, нарушаю это правило. Мне нравится публиковать моих детей, но я стараюсь придерживаться правила. Лучше меньше этих фотографий, но пусть эти фотографии будут, опять же, интересными, информативными. Я не публикую фото детей, ну, наверное, даже раз в месяц. Я делаю это значительно реже. Да, они иногда промелькивают в сторис, но сохраняйте, сохраняйте приватность вашей жизни и в том числе это касается ваших детей. Если вы согласны с моей мыслью и согласны с этим правилом этикета и элегантных манер в интернет, я прошу вас поставить плюсик. Ну, а мы продолжаем. И следующее правило звучит как не выносите ссор из избы. Я думаю, что вы встречали такие фотографии, когда рассердившись, обидевшись на подругу, на мужа, на работодателя, на водителя в соседнем автомобиле в пробке. Мы делаем какую-то страшную фотографию и хуже всего, если это близкий для вас человек и изливаем душу для своих подписчиков, как он плохо поступил или публикуем какие-то статусы такие псевдофилософские. Друзья мои, пожалуйста, не нужно этого делать. Элегантная леди это вновь относится к нашему фоновому репутационному имиджу сдержана в своих эмоциях. Она никогда не выносит ссоры за сбы. Разберитесь дома, помиритесь с подругой, проведите вечер наедине с любимым, каким-то образом успокойте себя. Если вы расстались, если что-то произошло такое неприятное для вас, сходите в спа, побегайте в лесу. Не нужно публиковать это в социальных сетях, не нужно изливать душу для своих подписчиков, число которых часто входят не только ваши друзья. Вы вредите своему имиджу. Можно поставить здесь точку и перейти к следующему правилу. Правило номер 15. Минимизируйте свои фотографии, связанные с любимым. Дело в том, что опять же это тот же самый аспект, только со знаком плюс, если предыдущий был со знаком минус. Сохраняйте приватность вашей жизни, сохраняйте загадочность. Помимо этого я хочу акцентировать ваше внимание на то, что обратите внимание, как ведут себя истинно элегантные леди. Посмотрите на все фотографии, которые присутствуют в сети, если мы говорим о леди с большой буквы, о герцогине кембриджской, о леди Диане, о Ренате Литвиновой. Можно перечислять о Софи Лорен, об Одри Херберн, обо всех женщинах, которые являются иконой стиля, элегантности, достойного поведения, на кого хочется быть похожим, кто женственен и являет собой, скажем так, икона стиля, пример для подражания. Вы никогда не найдете фотографий настолько приватного содержания, когда со своими любимыми супругами они целуются, обнимаются, вместе едят мороженое из одной чашки и тому подобное. Тем более вы не увидите фото в ванной, в постели и что-то подобное. Когда мы видим фотографии британского королевского двора, часто возникает ощущение, что как же так, неужели эти пары не любят друг друга? Как-то они все время в стороне, они даже не держатся за руки, тем более вы не увидите фотографий практически даже свадебных, с объятиями, поцелуями, какими-то очень трепетными прижим, скажем так, объятиями. Дело в том, что все это связано с тем, что это крайне неэлегантно, это нарушение норм этикета. Частная жизнь супруга, частная жизнь любимых, безусловно, под запретом для публикации. Не нужно публиковать фото своего мужа и изливать к нему чувства. Можно сделать это единожды, но не нужно публиковать это каждый день или очень и очень часто. Относитесь с уважением к личности вашего партнера. Это касается точно также как я уже говорила об уважении к детям, уважение к вашему супругу, к вашему партнеру второй половинке. Я думаю, что моя мысль ясна. Переходим далее. Следите применением фильтров, фотошоп и прочих редакторов не были выставлены в нашей ленте. Если вы записываете видео или публикуете сторис, на котором вы говорите, следите за тем, как вы говорите и что вы говорите. Дело в том, что любое слово паразит, отсутствие дикции, отсутствие интонации, вообще голос, который может быть неприятен. Неважно, что вы говорите, крик и вообще содержание вашей речи это ваш портрет. Поэтому, милые леди, я думаю, что не стоит долго объяснять, вербальный имидж на 45% формирует ваш образ в глазах в окружении. Поэтому следите за тем самым видеоконтентом, который вы размещаете в сеть. Потому что он скажет о вас в прямом и переносном смысле, значительно больше, чем все ваши фотографии вместе взятые. Ну и к слову, пока я жду ваших плюсиков, могу сказать, что именно о том, что мы говорим и как мы это делаем. Следующий курс, который будет 6 числа «Речь элегантной леди». Если вы еще не записались на тестовый период продолжительностью 3 дня, я вас приглашаю. Наполняйте ленту интересным содержанием. Пусть ваша лента будет разнообразна. Повторюсь, если ваш аккаунт не является рекламным, это все-таки личный аккаунт, пусть в нем будет информация и о природе, и о погоде, и о ваших рецептах, и воспоминаниях, и каких-то интересных историях, которые с вами происходят. Но прошу вас не превращать вашу ленту в трибуну, где вы будете обличать какие-то политические события, где вы будете, используя неприятный для меня термин, но тем не менее очень понятный для введения социальных сетей, вы не будете хайпить. Что это значит? Вы не будете размещать посты, связанные с остро политической или острой какой-то ситуацией. Не надо хайпить на трагедиях, не надо хайпить на политике, не нужно хайпить даже на каких-то массовых очень мероприятиях. Опять же, элегантная леди не стремится к тому, чтобы увеличить число своих подписчиков. Она понимает, что она интересна сама по себе, она сохраняет определенный орел таинственности, у нее есть окружение, с которым ей приятно общаться и которому она интересна. Поэтому все свои религиозные, политические взгляды, взгляды о том, как вы следите за здоровьем и сидите на диете, о том, что можно употреблять в пищу, а что нет, какие-то чрезмерно философские мысли, чрезмерное количество цитат великих или каких-то очень слишком умных каких-то статей. Избавьте, избавьте ваших подписчиков от этого. Будьте легкой, будьте интересной, будьте содержательной, показывайте самые лучшие стороны вашей личности, но и конечно они должны быть очень разнообразны. Я думаю, что моя мысль понятна и мы с вами продвигаемся дальше. Следите за вашими движениями и мимикой. О чем идет речь? Это безусловно правило относится к кинетическому аспекту элегантного имиджа и все мы понимаем, что элегантная женщина следит за осанкой, за своей походкой, за своими жестами. И конечно в первую очередь выдает ваше движение, мимика и весь ваш кинетический имидж, видео и конечно сторисы многочисленные, на которых вы показываете себя, ну скажем так, в полной мере, на которой вы можете активно жестикулировать или чрезмерно работать эмоционально лицом. поэтому уделяйте этому внимание. Кинетический имидж это невербальный имидж, то, что продемонстрирует вашим подписчикам даже больше, чем то, о чем вы говорите. Поэтому вербальный имидж невероятно важен. Невербальный, прошу прощения. И следующий момент, я думаю, что для вас будет понятен. Сегодня практически весь вебинар я повторяю одно. Загадочность, таинственность, приватность и уважение к частной жизни других. Когда вы пишете сообщение другому человеку, совершенно неважно, смс сообщение, ватсап сообщение, в социальной сети, я думаю, что вы обращаетесь непосредственно к вашему собеседнику, скажем так. И тем более неприятно видеть затем так называемые скриншоты данной переписки, которые публикуются. Есть одно исключение, когда этот скриншот сделан с согласия человека, который вам написал или с кем вы переписывались. Таким скриншотом может быть отзыв о программе или курсе. Я, например, очень часто прошу, если я получаю отзыв в личном сообщении, я спрашиваю всегда разрешение о том, чтобы сделать скриншот и опубликовать его в своих социальных сетях, для того, чтобы копить, скажем так, отзывы и рекомендации своих слушателей. Но, безусловно, неприятно видеть какие-то моменты, когда вы обращаетесь лично к человеку и затем видите данную переписку, опубликованную еще и с каким-то комментарием. Вот интересно, попадали ли вы в такие ситуации? И если да, то напишите мне, пожалуйста, что да, была такая ситуация. Если вы согласны со мной и можно переходить к следующему финальному моменту, напишите просто согласно. И, конечно, безусловно, все, что я говорила сегодня, относится к тому, что мы должны соблюдать нормы этикета. Больше так-то, милые леди. Вы знаете, я очень часто встречаю такие публикации, такую информацию, которая лично меня немного ставит в неловкое положение. Я понимаю, как некомфортно человеку, о котором данная информация, о чем идет речь. Вы знаете, часто те самые блогеры, которых в самом начале писала одна из наших слушательниц, не гнушаются ничем. Публикуют фотографии спящего супруга, или снимая сторис, снимая то, как готовится какое-то блюдо на кухне, тут же в поле телефона попадает все, и супруг, который отдыхает на диване, может быть, не совсем верно выглядящий, для такой публичности, и ребенок, который может оказаться тоже как-то не совсем правильной и нужной ситуации, и тем более это касается всех тех друзей, знакомых, с которыми мы общаемся, встречаемся на мероприятиях. Недавно видела такую публикацию от дамы, которая старается создать крайне элегантный имидж и рекламирует свои услуги, связанные с данной темой. В ее сторис оказалась запись, снятая ею самой, о том, как на рассвете в состоянии алкогольного опьянения в сопровождении подруг она выходит из бара и при этом на всю улицу поет песни. Вы понимаете, это дискредитирует абсолютно человека. И дело не в том, что это непозволительно. Все мы люди и мы можем позволить себе и расслабиться и оказаться в какой-то ситуации и отдохнуть в непрезентабельной одежде. Другой вопрос в том, что мы не готовы к тому, чтобы в этот момент нас снимали и тем более придавали такую информацию огласки и публично. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Поэтому всегда представляете себя золотое правило этикета. Представьте себя на месте человека, который в данный момент оказался под прицелом вашей камеры. Хотите ли вы, чтобы ваше фото или ваше видео оказалось в сторис или оказалось в фейсбук или в инстаграм, чтобы вы отдыхаете и сейчас вас публикуют. Поэтому больше такта к вашему окружению, тем более к самому близкому. Я думаю, что данное правило вам понятно. Ну и несколько моментов, которые не вошли, но мне показалось интересным акцентировать на них внимание. Итак, первое, не размещайте более трех постов в день. Ну а правило этикета для сети интернет гласит, что если вы вдруг уехали в отпуск и у вас масса впечатлений и действительно каждый день много очень информации, фотографий, мест, эмоций, то это количество может быть увеличено до десяти максимум. Но опять же это относится только к феерическому времяпрепровождению, а так максимум три по ста день. Не используйте клавишу капслу, когда вы пишете комментарии или пишете сообщения. Дело в том, что в социальных сетях это воспринимается исключительно как эмоциональный призыв, как повышение голоса или как крик. То есть вы можете использовать ее исключительно для заголовка или для выделения нужного слова. Но если вдруг эта клавиша нажата случайно, обратите на нее внимание. Ну и наконец мой финальный призыв, что оставайтесь истинной леди. Представьте перед тем, как сделать очередную публикацию. Как бы выглядела герцогиня кембриджская? Публиковала ли она в своем аккаунте такую фотографию? Стоит ли делать очередное фото в купальнике, даже если ваша фигура совершенна? Стоит ли демонстрировать вашим подписчикам, как вы лежите в ванной и при этом едите клубнику? Даже если вам это кажется очень изысканно и интересно, остановитесь и подумайте на минуточку, стоит ли публиковать то, что вам сейчас хочется нажать на кнопочку и поделиться со всем миром. Есть аккаунт, есть аккаунт у британского двора, где публикуются, отвечая, Наталья, на ваши вопросы, публикуются официальные, скажем так, фотографии, потому что по правилам этикета членам королевской семьи запрещено иметь личные социальные сети. То есть все проходит безусловно цензуру. Будьте таким внутренним цензором для самих себя, пропускайте через цензуру все ваши фотографии. Вы знаете, дело в том, что стремление к лайкам, стремление к тому, чтобы откомментировали тот кофе, который вы пьете или те моменты, которые происходят с вами, это определенная форма зависимости. И человек, чья жизнь наполнена содержанием, интересными книгами, общением, фильмами. А мы с вами говорим о том, что у элегантной леди всегда очень богатый внутренний мир, не стремится к тому, чтобы его поддержали его массовые подписчики в каких-то моментах. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний вебинар был для вас полезен. И если это так, я буду очень признательна вашим комментариям в нашем чате. Старалась я уложиться покороче, но покороче у меня, как обычно, не получается. Слишком много у меня информации. И поэтому, милые девушки, я вижу, что среди вас есть сегодня много новичков, тех, кто будет участвовать в тестовых периодах двух курсов, которые стартуют в начале августа. А это курс элегантности, который стартует завтра, 1 августа. И привычка говорить красиво, который стартует 6 августа. Все это онлайн программы, происходящие ватсап. И сегодня я хочу сделать вам небольшой подарок. Самым терпеливым, тем, кто уделил мне время и внимание, я приглашаю вас, безусловно, принять участие для тех, кто еще не приходил в данные программы. И хочу сделать такой приятный бонус, что если вы выберете программу сегодня, то скидка у вас составит при оплате сегодня 10%, а есть уже, скажем так, преданные участницы, кто выбирает сразу несколько программ, поэтому обратите внимание на строчечку внизу, поэтому я думаю, что это будет такая своеобразная форма поощрения за ваше внимание. да, я хочу обратить ваше внимание, потому что сегодня завершилась очередная группа 30 дней элегантности и финальное задание было как раз связанное социальными сетями. Обратите внимание на ваши аватарки, обратите внимание на ваши ленты, удалите все лишнее, удалите все репосты, которые вы делаете, которые вас дискредитируют. Поэтому программы, я вас очень приглашаю на них, 30 дней элегантности, привычка говорить красиво и элегантная мама. А мне интересно, милые леди, скажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто записал в материал период одного из этих курсов, либо 30 дней элегантности, либо привычка говорить красиво. Есть ли такие, потому что я вижу, что среди вас есть участницы предыдущих курсов, предыдущих программ, и тех, кто сегодня завершил свое обучение, я вас безусловно приглашаю продолжить наше общение. Ну, а пока есть ли те, кто записался на триал период, мне очень интересно вас увидеть. Либо привычки говорить красиво, либо на 30 дней элегантности. И если есть, я пока вам расскажу о том, что будет происходить на курсе 30 дней элегантности. Этот курс посвящен раскрытию потенциала женственности. Особенно он полезен для тех, кто много работает, или уделяет слишком много времени семье, или молодым мамам, у которых недавно появились дети. То есть тем самым женщинам, которые красивы, стремятся к тому, чтобы стать еще более роскошными, утонченными, цветущими, но при этом катастрофически не хватает времени, и мы забываем о себе. Этот курс в течение 30 дней шаг за шагом позволяет вам вернуть внутреннюю уверенность того, что вы прекрасны, что вы истинная леди, обратить внимание на все аспекты вашего имиджа, габитарного, кинетического, вербального вашей речи, средового, то есть вашего дома, репутационного, абсолютно, абсолютно всех. Отзывания очень простые, очень, очень милые, скажем так, но при этом в финале вы приходите с ощущением раскрытия, наполненности женской энергии, и есть куда двигаться дальше. Это самый первый и базовый курс. Да, привычка говорить красиво, это следующий курс, старт его 6 числа, я также приглашаю всех, кто еще не записался, пройти триал период, тестовый период, три дня, и затем решить, остаетесь вы на курсе или нет. Давайте я тоже вам открою сейчас презентацию. Анна, благодарю вас. привычка говорить красиво. Это касающийся, курс касающийся вербального имиджа, и в течение 21 дня мы с вами работаем над голосом, над вашими интонациями, дикцией, и, конечно, над тем, что вы говорите, стараясь вычистить лексический мусор, слова-паразиты, жаргоны, сокращения, обогащая словарным запасом, обогащая ваш словарный запас и вводя в вашу речь эфемизмы, красивые благородные выражения и так далее, и так далее. Курс невероятно полезный, этот курс имеет возможность обратной связи, потому что участница публикует аудиоотчеты, и, безусловно, как преподаватель я всех слушаю и даю свои рекомендации, но, кроме того, есть возможность еще и в частном формате пройти тестирование в режиме видеозаписи и понять, где и в чем у вас ошибки. Очень часто есть чрезмерное использование интонирования или неверное использование ударений, проблемы с дикцией, проблемы с голосом, это все, безусловно, слышно, когда вы проходите индивидуальное видеотестирование. Поэтому я тоже приглашаю вас пройти либо тестовый период, либо сразу выбрать пакеты участия для себя, потому что вы, безусловно, сможете поработать над своей речью, это всегда полезно, это всегда приятно вкладывать в себя. Так что я приглашаю вас, все, кто еще не записался, запишитесь, я с большим удовольствием предоставлю вам возможность трех дней в подарок записаться в группу WhatsApp, послушать, посмотреть и понять, нужно вам это или нет. Но по опыту, конечно, большинство участниц остается, и это всегда очень приятно. Следующие курсы, если вам интересно, я готова тоже вам про них рассказать, потому что расписание очень активное, потребностей очень много, элегантная мама. Курс для мам с детьми от 2 до 8 лет связанный с созданием красивых традиций, связанных с тем, как не забыть о себе, оставаться шикарной леди, при этом еще уделять внимание своим деткам, как создать своим детям красивое незабываемое детство своими силами, организовывать семейные праздники, торжества, а самое главное молодых ногтей, самого раннего детства, учить своих детей правилам этикета, внедрять в их жизнь нормы поведения, как правило. Поэтому сделать это все в игровой форме и вырастить действительно истинные леди и джентльмена. У меня двое сыновей, повторюсь, и безусловно я как мама практик, не только как педагог могу вам рассказать, как сделать это интересно, красиво, изысканно, и чтобы у детей появилось желание, желание и участие, и заниматься с вами вместе речью, и внедрять в свою жизнь нужные, нужные нормы этикета. Если вам это интересно, я тоже прошу вас написать в нашем чате. Ну, а кроме того, у меня в планах программа точно так же WhatsApp-курс, посвященный этикету, и где мы затронем все вопросы столовой этикета, винного этикета, делового, как знакомиться, как общаться, этикет истинной леди. Поэтому, если вам это интересно, мне, да, вы можете написать мне личное сообщение, я сейчас продемонстрирую вам свои контакты, вы можете написать мне личное сообщение, я с большим удовольствием вам запишу на все курсы, которые вас интересуют, поэтому буду очень рада. Повторюсь, что в моих планах курс по элегантным манерам, если вам это интересно, тоже напишите мне, пожалуйста, в чате, потому что этот курс запускается, он будет пробный и я его представлю в ближайшее время. Ну а кроме того, уже в сентябре будет интересная программа осенний шик, как жить со вкусом и как не впасть в осеннюю депрессию, сделать свою жизнь невероятно роскошной, элегантной и самое главное интересно, не только для себя, но и для своей семьи. ну и затем масса мероприятий, поэтому следите за расписанием, много всего интересного впереди. А я благодарю вас, милые леди, за то, что уделили внимание сегодня в этот вечер для моего вебинара в социальных сетях. Сейчас, одну минуточку, я вам тоже покажу свои аккаунты и приглашаю вас подписываться. потому что масса всего интересного ждет вас в моих аккаунтах. Поэтому еще раз благодарю вас за внимание и до новых встреч. субтитры Субтитры